здравствуйте дорогие телезрители ну что с наступающим вас 2024 годом пусть он будет для вас радостным удачливым пусть все у вас будет хорошо пусть каждый будет радостный пусть всегда у вас в доме будет счастье но мы сегодня пришли в ресторан gastro fish для того чтобы вас порадовать очередным рецептом простого но очень вкусного блюда как утверждает сам шеф-повар иван это будет легко идеально и очень полезно пошли готовить друзья но мы с вами переходим непосредственно к приготовлению нашего новогоднего блюда у ивана это рыба сибас у меня это рыба дорада ну что иван поехали поехали как я тебе уже ранее рассказывал да у меня мой дед был рыбаком да и я все все детство ел рыбу во всех ее проявлениях до жареную вареную котлеты там и все остальное да сейчас я покажу способ для ленивых очень вкусно очень классно да при этом менее трудозатратно чистая плита чистый воздух в квартире да но при этом будет получите незабываемое наслаждение очень хорошо ведь он тогда у домохозяек останется время на того чтобы новогоднюю перед новогодней ночью себя привести порядок давай поехали так смотри для данного блюда нам рыбу даже не обязательно чистить пока да то есть нам ее достаточно только выпотрошить жабры тоже вынимаем ну конечно конечно жабры дают горчинку да они портят жабры и обязательно селезенку и черный бульон ну это уже вот для приготовления рыбы нам нужно что нам нужен чеснок лимон лимон и любая зелень вот все что нравится укроп кинза петрушка зеленый лук тимьян да можно все вместе можно что-то по отдельности да вот что душе угодно и перец до первым делом мы берем лимон так сейчас с тобой поделюсь твоя половина да нам нужно 1 2 дольки лимона так я смотрю это такими дольками не колечками да да я люблю дольки не знаю я и лук режу перьями не кольцами лимон дольками и так далее берем чеснок режем режем его просто слайсами слайсами вы поясним слайс это тонкие ломтики да то есть не соломка не я его не давлю ничего просто тоненькими ломтиками а толщина тоже роли особо никакой не не играю главное чтоб нам было комфортно отлично как и делаем так друзья вот у меня тоже получилось давайте сейчас еще совсем чтобы нарежу так первым делом и мы вам поперчим первым делом мы поперчим рыбу внутри внутри снаружи держим держим так делаем внутрь растираем или просто просто перед сделать свое дело перед сделает свое дело да нам нужен аромат а а вкус появится у рыбы я понял теперь мы берем наш лимон и скажем так фаршируем рыбку лимоном укладываем да прям вовне имеет значение какое а я люблю я люблю корочкой наружу корочка наружу друзья можно корочкой наружу можно корочкой туда как как угодно но 20 лет кладу корочкой наружу понял вот делайте сами выводы да затем берем наш чесночок чесночок берем и также рандомно раскладываем в рыбки не надо переживать много или мало чеснока на кавказе говорят чеснока много не бывает это правда или нет отчасти до части до чеснок это такой же природный усилитель вкуса как соль сахар лук так далее а еще это в наш тебе предновогодний период да это хороший антисептик так берем сировали доберем зелень зелень точно также любую как я уже говорил любая тоже которая нам понравится в любом комфортном для нас количестве да и также и утрамбовываем нашу рыбку я немного взял зелень немного также не было я немного не бывает главное чтобы она влезла так затем берем крупную морскую соль крупную не мелкую крупную крупную да не обязательно чтобы это была каменная соль но главное чтобы она была крупненькая и засыпаем нашу рыбу вот это конечно очень страшно как свое время фараона засыпали в пирамиды и многие наверняка тоже сейчас подумают что это что-то слишком слишком кощунственно слишком пересекла нет и сыпь так чтобы вот я понял вот так вот да прям на рыбу сыпь и она уж сам сама на рассыпется я как и надо я понял соль не жалеем не жалеем до 1 среднюю рыбку в 400 грамм нам понадобится килограмм соли но опять же ничего себе торчит ничего страшного главное чтобы рыба была закрыта понятно но опять же ничего себе килограмм соли это сколько это меньше 100 рублей ну сейчас дело не в том что масло и наше время стоит дороже согласен но сейчас просто вот я к чему говорю потому что столько соли не будет ли она поэтому я и выбрал именно этот рецепт да потому что мы даже почему сказал для ленивых тут тут даже задумываться не надо да как посолить одну щепотку две щепотки дали сколько мы засыпаем ее на солью да и рыба уже сама возьмет сколько и нужно понял да и она ни в коем случае не пересолится даже если мы два килограмма вы спин соль или с ней ничего не будет хорошо заранее разогреваем духовку до 200 220 градусов и на и ставим нашу рыбку запекаться получается так что рыба в профессиональной духовке готовится около 20-25 минут а рыба в домашний бытовой полчаса ну всегда плюс 10-15 минут иван ну какой у нас праздничный стол без праздничного гарнира понятное дело что все мы привыкли жарить там картошечку рисок сварить к рыбке но хочется что-то такого особенного новогоднего ну не то что особенно новогодние до рыба также кроме помимо картошки и рисочка до любит овощи любят на любит овощи да и для данного гарнира нам подойдут в принципе в априори практически тоже любые овощи лук морковка да там не знаю цветная капуста кабачки и так далее в данном случае мы возьмем с тобой кабачок перед новым годом актуально все же расхватали до 1 до 6 нас друзья собираем все что осталось все подойдет да мы возьмем кабачок лук чеснок и я думаю что наверняка на полке останется редиска редиска но разберут ну так как это закуска я думаю что всю редиску не расхватают я поделюсь не ну а как теперь у тебя один у меня два наливать мне целый кабачок ясно и так я возьмем с тобой два сотейника опять же чтобы беру аккуратненько ставлю на поделюсь с тобой кабачком так что мы с ним делаем мы его режем брусочками брусочками да то есть пополам пополам есть и нарезаем такими так что у меня смотрю что у тебя не так уж и мелко да так чтобы нам было комфортно есть чтобы было комфортно есть обязательно чтобы было и сердцевинка и кожура или можно сердцевинку среди но если для кого-то принципиально сердцевинку вырезать можно и вырезать да но но я на самом деле имел ввиду то вдруг кто-то только ест сердцевинку вот все да так уж порезать я больше люблю серединку на тушь берем также лук лук делишься делюсь зарежем его перьями перьями на также где-то толщиной сантиметр-полтора друзья у ивана получается профессионально конечно шеф-повар я порежу думаю все так режут и всех все хорошо получается поэтому вот думаю иван оценит на мое старание получилось ну конечно не так как у тебя но сама получилась берем нашу редиску так пополам пополам и также режем и дольками дольками да то есть форма нарезки должна быть в блюде у всех продуктов примерно одинаковое то есть это эстетика или это да нет это вот как раз таки эстетика приготовления блюд не должно быть такого что там огурец нарезан соломкой да а помидор кубиком то есть если огурец велико сте можно двери диски можно одну и просто лежала две поэтому я держи 2 хорошо вот друзья я думаю что конечно не так эстетично как у шеф-повара получится но я думаю что по вкусу мы не прогадаем знаешь как китайцы говорят что в блюде должно быть минимум пять цветов я чтобы она правильно усваивалась то есть минимум да они считают что с глаза напрямую связаны с желудком да вот да и вот как раз у нас желтый лимон зеленый кабачок до красная редиска белый лук белый лук до рыбка в белое и все это у нас а подожди подожди цветом еще придадим понятно у нас все впереди чеснок конечно же мы режем немножечко помельче помельче нам я его режу пополам и каждую половинку режу соломкой порежем порежем чё вот так подойдет ну ну каждого до видимо понятия я знаки своем я получился соломку меня получат получились кубики да вот ну тем интереснее будет потому что такая столовка конечно затем затем мы берем сливочное масло много берем ложку ложку да ну и на то количество овощей которые мы взяли нам понадобится где-то столовая ложка масла то есть мы взяли получается половина цукини половину луковицы я положил сюда 2 редиски один зубчик чеснока и мы на это количество берем целую ложку масла правильно да да на данном этапе мы поперчим посолим теперь добавим водички и куркумы это вот наш пятый элемент по цвету за который ты так переживал сколько мы главное не переборщить иначе будет горчить скажи мне когда все хорош хорошо после рыбы у нас остался лимон у тебя вон до выжимаем сюда лимон но через руку чтобы косточки не попались нам потому что во время еды друзья обратите внимание что мы сейчас с иваном сделали значит мы взяли по половине цукини мы порезали его такими брусочками значит потом мы взяли редис потом мы взяли лук каждый из нас взял по половинке лука нарезали его тоже такими вот перьями перышками да потом сюда добавили перец добавили сюда сливочное масло и все мы это хорошо про жарили у нас получился такой вот соус да некий такой ну как это не соус да у нас получилось это это гарнир гарнир и даже в нем же и соус ним гарнир соусом получился еще добавили лимон да и еще мы да мы сюда добавили лимон значит лимон мы выжили в тот момент когда уже все было практически готово и мы когда уже сто процентов раз топилась масло и после этого самом конце мы выжили лимон и все еще хорошо чуть-чуть протушили и нас получилась вот такая вот заправочка и гарнир и соус в одном флаконе наша рыба уже готова но и достаем вот не теряли ни минуты так она горячая у нас на 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 рыбу нас горячая ну а по это это мой сибас это твой сибас у меня там веточка укропчик торчала он она она уже правда так так это твоя дорада это рада так пока я вот эта история у нас горячая ну да мы и поливаем водочкой водочкой друзья водочку мы не только используем по назначению еще и используем не по назначению мы полили водкой а по так кирилл аккуратно а по а для чего это делает сибас горит лучше чем дорада в нем больше водки ему бы им больше досталось понятно для чего это делается объясню да не безусловно это красивый спецэффект для подачи блюда да но а есть некие лайфхаки на как например ты знаешь как быстрее сварить свеклу вносим положить сразу горячую воду логично да ну примерно сколько варится свекла минут 40 да вот если мы варим свеклу 20 минут и потом сразу сразу заливаем ее холодной водой да нам будет достаточно этих 20 минут почему в физика теплообмен до холод начинает вытеснять тепло да и тепло резко как вот как под давлением пробивает свеклу здесь приблизительно тот же эффект эффект тяги то есть мы поливаем спиртным поджигаем огонь горит и он начинает протягивать через всю рыбу до вот этот вот запах соли и температуру соли и тем самым мы себя еще подстраховываем от того что рыба у нас не будет сырой ничего себе друзья вы обратили внимание что свекла если вы делаете селёдочку под шубы то можно свеклу за 20 минут а не за 40 минут и вот мне прям даже и очень интересно что получилась наша рыба а вот это мы сейчас проверим так что делаем что мы делаем берем ерун емкость для соли берем наши щитцы да друзья на самом деле так не очень так просто как этому дома можно это сделать высыпать соль прямо в раковину а в раковину потом включить воду и пролить водой все и ничего не будет или мусора да не здесь я аккуратненько ссыпаем соль с нашей рыбки да кожу с рыбы с любой до лосось форель дорадо сибас снимают от головы к хвосту он иначе если в обратную сторону мы порвем все все филе это очень важно помните произведение ванька жуков ейной мордой мне харю неправильно себя кучистил в районе головы так да делаем такие вот как бы на на друбы кожи надрубили все подхватываем кожу и снимаю смотри как кожа хорошо отходит кожа отходит а сколько сока вну под ней кожа отходит я все стараюсь чтобы меньше соли попала я убираю что так теперь смотри как она сочная сочная очень сок прям вот прям течет да прям течет да теперь смотри вот у нас серый вот эта полоса тогда мы по этой полосе так надавливая проводим сли как филе прям отходит до косточек да потом мы берем это филе шичку так аккуратненько отодвигаем от кости так об и выкладываем на тарелку то же самое делаем со второй выкладываем или сломалась учусь не я сейчас починю это я сейчас починю и это умею делать вот я разговаривала по вторую часть мы тоже это делаем пошел аромат наших трав нашего лимона вот так можно я сделаю да да вот старайся вот как бы в одну кучку сейчас все будет сейчас все будет да надо надо вам сейчас все будет даже вот этот кусочек отремонтируем зеленушкой тут попалась у меня вот так теперь теперь отодвигаем всю нашу вот эту вот историю так отодвинули только минику и у тебя рыбы то поменьше можно я в это выбор что да конечно 3 а вот если у вас также блюдо не такое большое то есть у меня получается рыба ивану конечно хорошо у него себас он более вытянутый заметьте не не я выбрал себаса не до рада досталось хорошо дальше что делаем так теперь смотри варианта 2 либо мы в районе хвоста поддеваем позвоночник либо в районе головы как скажешь на я я обычно беру так ломаю хребет он легко очень ломается и вот так поднимаю его смотри как опа опа все все косточки все у нас ушло рядышком и и аналогично понял уже как как мы там как вы делали так же проводим по центру и вынимаем наши филешечки хорошо здесь еще косточки сверху косточки верхние можно отодвинуть я уже так и сделал а мы все в одну кучу ли да 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 по тарелке размазывать не надо я-то думал что мы сделаем отдельно второе ну ладно доверюсь целиком и полностью обрати внимание как все кости отходят я обратил внимание что я уже хочу есть вот здесь вот и жиром его оставим или как это уже на усмотрение на усмотрение да кто любит и жирок вести конечно же оставляете кто каким-либо причинам его не любит его не очень уважает до соответственно есть косточки можно их вытащить да они все легко вытаскивать друзья обратите внимание что рыбу мы можно мы можем использовать любую поэтому если вы взяли жирную рыбу вы сами принимаете решение скорее всего у вас останется жир если вы взяли карпа то сто процентов вас будет жир можете его удалить а можете его оставить все на ваш вкус но опять-таки понимая что рыба будет жирная и новогодний стол у нас как говорится всегда явствами богат да и поэтому смотрите сами по жирности тем чтобы не переесть все осталось самое вкусное со мной самое полезное то что уходит всегда ведро друзья вот хочу обратить внимание у меня красивее а у меня арт-хаус так берем гарнир берем так и также сервируем тарелку нашим гарнирчиком а так мы тоже выкладываем я все увидел друзья смотрите мы это делаем отдельно некоторые не заморачиваются и просто поверх скажем так основу блю основного блюда пусть это будет рыба и мясо прям на него кидают гарнир здесь поскольку нас овощи и они такими брусочками у нас перышками порезаны мы можем сделать такой некий знаете заборчик рыба за забором на за новогодним ах вот еще даже вот оно как сейчас я тоже чем такое сделаю сейчас вы поймете в чем тут дело в прошлой передаче показывали как это делается сейчас я попробую изобразить то есть мы наливаем и вот опа получилось заключение так рыба любит лимон лично если ем рыбим рыбу да я люблю чтобы это было покислее поэтому а можно вопрос а почему рыба на лимон не клюет тогда вот странно да держи тебе тогда можно сюда можно сюда может сюда может сюда да можно а вот а если мы сейчас чуть-чуть подпилим вот так вот она хорошо станет можно я попробую так конечно спасибо друзья вот смотрите я срезал часть вот эту вот крайнюю и теперь у меня лимончик там вот очень хорошо встал на тарелочку так зеленушечку все добавляем любимую нашу зелень любимую зелень у кого какая понятно считается что розмарин и тимьян это только для мяса или на фигни от розмарин это из история мяса тимьян это все-таки птицы и рыба тимьян а если розмарин положить ничего ничего да ну просто по вкусу не буду мы будем да это мы можем кушать да я понял тимьян придется пожевать я с не очень комфортно да все наше блюдо горячего жда готова друзья пойдемте подавать друзья в этот раз мы решили устроить праздник сами себе попробовать то что мы приготовили ну скажем так в блюде ивана я вообще не сомневаюсь но мне хочется узнать профессиональную оценку как у меня получилось я в соли готовлю впервые впервые я готовлю в соли мне кажется что это здесь вот прям просто пропитана солью и вот в этот раз мы решили сами попробовать насколько у нас это получилось я тоже попробую и у ивана тут знаешь как больше даже не попробую да и мастер попробуешь эталонная охрана как должно быть да я попробую хорошо давай сразу поменяемся так берем берем столовые приборы но скажу тебе так не зря повторюсь опять же не зря я выбрал этот рецепт да потому что хоть эталонная хоть как получилось скажу тишь ну на 90 процентов да она одинаково она одинаково да потому что ну данный рецепт испортить ну невозможно как мне кажется можно закрою глаза она действительно не соленая она соленая но она идеально соленая друзья она идеально соленая мы Засыпали в нее килограмм соли. Мы ее разделывали. И она идеально соленая. Это очень вкусно. Что получилось у меня интересно? Ну, как я и сказал, то, что здесь испортить просто невозможно. Давай попробуем овощи. Цукини. Это очень вкусно. Очень просто, очень вкусно. И еще раз повторюсь. Заметь, ни грамма запаха рыбы. Незабрызганная плита. Минимум масла в самой рыбе. То есть там нет масла вообще. Нет, целая ложка у нас в овощах. А сама эта рыба у нас вообще получилась диетическая. Здорово. Вкусно. Моя такая же? Легко, просто. А ты попробуй. И с вами, кстати. Снова меняемся. За самые ребушки дело. Все то же самое. Но у меня лимона побольше. Ну, тут извините. У меня побольше лимона. Конечно, у Ивана она вообще-то идеал, эталон. Ну, даже какие-либо слова здесь говорить просто бесполезно. Она идеально пропеклась. У меня она более такая с кислинкой. Ну, чуть больше лимончика, но это ее не портит. Да, ее не портит. А в хвостовой части все так же, как у Ивана. Единственное, мне показалось, что Ивана она более сочная. У меня она чуть-чуть посуше. Хотя, кстати, должно быть наоборот. Себас и дорадо, они по вкусу, они плюс-минус одинаковые. Единственное, в чем разница, да, оно в форме понятно, да, и дорадо чуть-чуть жирнее, чем себас. Ну, вот смотрите, чтобы я положил сюда три дольки лимона. Я бы положил сюда две дольки лимона, когда фаршировал. Вот если бы себя что-то поменял. А так все получилось идеально. Соли идеально. Пробую оцикини. Это очень вкусно. А главное, легко и просто. Фактически, мы сколько потратили? Мы, наверное, полчаса не потратили. Ну, если бы не болтали, то, конечно, нет. Да, ну, если не учитывая запекание самого процесса. И более того, что в бытовой духовке вы будете запекать чуть-чуть подольше. Минут, наверное, 40. Ну, у вас будет больше времени выпить шампанское. Например. Друзья, это очень вкусно. Поэтому мы рекомендуем этот рецепт готовиться буквально за полчаса. Считайте, с хорошим гарниром. У нас грядущий год. Год зеленого деревянного дракона. Как раз зеленые овощи. На тарелке смотрится гармонично. Кстати, золотой цвет. Также имеет свои рекомендации. У нас получилось и идеально по вкусу, и идеально по цвету, и с точки зрения идеально по соотношению. Да, и по фэншую. Потому что рыба с овощами – это не только вкусно, но и очень-очень полезно. Друзья, как вы видели, все своими глазами. Легко приготовить. Рецепт простой и идеальный. Рыба получилась идеальной консистенцией. Она не пересоленая. Готовили мы максимум 30-40 минут. Получилось у меня, я уверен, и получится у вас. Ну, а нам осталось только поздравить вас, дорогие телезрители, с наступающим Новым Годом. Иван, давай, от тебя поздравления. Дорогие друзья, с наступающим вас Новым Годом. Волшебных свершений вам на кухне. Смелых экспериментов. Никогда ничего не бойтесь, даже килограмма соли на рыбе. И всегда у вас все получится. От всей души, всего-всего-всего вам, да, и всего вам самого вкусного. Самого вкусного. И пускай в Новом Году каждое, все, к чему прикасается, будет идеально. Удачи вам в Новом Году. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»